Всем привет! Сегодня у нас история от подписчицы. Сейчас я зачитаю ее историю, дам свои комментарии. Вы тоже можете написать в комментариях, она этого очень сильно ждет. Что вы думаете по этому поводу, что вы отметите, может что-то посоветуйте. Давайте приступим. Здравствуйте, Галина. Пишу вам спросить у вас совета как психолога. Ну и конечно, может другие девочки, зрительницы блога были бы в такой ситуации и могут дать мне какой-то дельный совет. Немного обо мне. Мне 28 лет, у меня три высших образования, владею несколькими иностранными языками. Есть хорошая работа, машина, живу я с мамой. Я славянской внешности, стройная, вполне симпатичная. Проблем с мужчинами и вниманием никогда не было. Ситуация такая. Отношения с моим турецким мужчиной начались в 19-м году, когда он был успешен, красив, умен и с отличным чувством юмора. У нас почти не было ссор и мы были как инь-янь. Все знакомые смотрят на нас и умиляются и спрашивали, когда же свадьба? Но спустя год началась пандемия. Мы почти не виделись, но общались каждый день по фейстайму. Потом была моя проектная работа и когда я не могла из-за работы поехать в отпуск или даже просто выбраться на два дня, а потом кризис в Турции, а сейчас вот война России и Украины. Но несмотря на это наши отношения продолжали прилично оставаться на плаву. Меня познакомили с мамой, с сестрами, с близкими друзьями. Я ходила с ним на свадьбу и в гости к родственникам. Он приезжал в Россию, тоже познакомился с моей семьей. Он всегда говорил, вот-вот будет удобное время, мы поженимся и ты переедешь ко мне. Ой, просто нужно подождать полгодика. Мы обсуждали, в каком районе хотим жить, мечтали, представляли нашу будущую семейную жизнь. К слову, желания переехать в другую страну у меня никогда не было. У меня и здесь все хорошо. Я принимала это как данность. Хочу быть просто с этим мужчиной, нужно будет оставить все и переехать. Ну окей, но информации про переезд и то самое предложение руки и сердца все никак не поступало. А я не могла никак планировать свою жизнь. Так как в моей системе жизненных координат пункт создания семьи был одним из самых важных. А здесь можно, кстати, отметить сразу, почему. Можно задать себе вопросы, поразвивать эту тему, понакидывать себе вопросиков. А почему это очень важный пункт? Почему я за это держусь? Почему мне это очень сильно хочется? То есть это же определенные взгляды, определенные страхи, определенные травмы за этим стоят. Человек, почему для него это очень важно. За это время строительный бизнес моего мужчины заметно снил свои обороты, а где-то и совсем просел. Неудивительно, к сожалению, да, и пандемия, и то, что сейчас экономика с ноября по Турции полетела. В Турции, точнее, да. И строительная сфера очень сильно. Все боятся банкротства, строительные материалы подорожали. Это, да, одна из таких сверхстройка, которая здесь вообще на паузе сейчас стоит. И началась великая депрессия или кризис среднего возраста. Даже не знаю, как это по-другому назвать у него. Он начал говорить, что все, как он планировал, не осуществляется. Он неправильно прожил свою жизнь. Света в конце тоннеля нет. И далее, далее по списку. Самое важное, что он стал говорить, что он единственное темное пятно в моей жизни. И я достойна лучшего. Ежедневные вечерние разговоры стали вялыми, безжизненными и полные претензии друг к другу. Так как на вопрос, что будет с нашими отношениями, он отвечал, я не знаю, что будет с моей жизнью. Как я могу отвечать даже за твою? Я здесь, пожалуй, не буду сейчас пока дочитывать. Остановлюсь. Очень важно, потому что я потом могу это забыть. А хочу отметить. Самое важное, что он стал говорить, единственное темное пятно в моей жизни, это он, я достойна лучшего. Я здесь отмечу, почему, переведу на человеческий язык, с человека страдающего, что он этой фразе несет. У меня низкая самооценка, я не уверен в себе. И мне кажется, что сейчас тебе, возможно, будет лучше без меня, потому что я боюсь не оправдать, я боюсь сейчас не оправдывать твои надежды, твои взгляды. Я тебе, возможно, не могу дать, что я планировал или обещал изначально. То есть я сейчас не супер классный, хороший, как ты меня когда-то видела таким. И мне так страшно услышать от тебя твое разочарование или, там, не знаю, твои какие-то претензии ко мне. И они, как бы, типа, ну, с его точки зрения, скорее всего, я этого жду, они оправданы, я сам все понимаю. Поэтому, дорогая, я, пожалуй, тебя зараньше оттолкну, я тебя предупрежу, что, может быть, со мной не надо. Я уже, как бы, морально подготовился к тому, что ты меня, назовем так, пошлешь или продинамишь. И, в общем, давай я тебя сам к этому подтолкну, мне так будет легче. То есть у него неуверенность в себе, проблема сейчас с самооценкой. И он пытается оттолкнуть, отодвинуть вас, чтобы заранее морально подготовиться, чтобы для него это не было потом ударом. И поэтому он вас к этому, назовем так, отчасти проверяет, но не с целью проверит, а вот предлагает, условно вам открывает дверь и говорит, если хочешь, уходи. Я не супер, может быть, хороший. Продолжаем. И тут я зашла в полный тупик. Мне были совсем неинтересны курортные отношения, которые длятся от отпуска к отпуску. Я хотела создать семью, иметь полноценные отношения. А тут в перспективе были отношения, которые, возможно, никогда не перерастут в нормальную семью, с его слов. Сначала я подумала, что он сливается и сама предложила расстаться. Он отказался наотрез и говорил, что он три года пытался создать для нас условия, но не получилось. Если бы он не планировал, то не знакомил бы меня с семьей. Совершенно верно, вот это то, что я вам сейчас и говорила. Сейчас я абсолютно не понимаю, что делать в этой ситуации. Так как продолжать отношения и делать вид, что ничего не происходит, для меня это невозможно. Но и ждать еще больше, и в такой неопределенности я тоже не могу. Я потратила на эти отношения три года. Я себя уважаю, люблю и не могу позволить продолжать так же, но и чувства к мужчине все еще у меня держат. Также хочу отметить факт, что он не делал никаких подарков, сюрпризов и знаков внимания. Он оплачивал билеты, проживание, везде меня водил, платил за меня, но романтических подарков совсем не делал. Когда наши отношения зашли в тупик в очередной раз, я решила сама купить билет и приехать перед 14 февраля. Я приехала, но даже тут он никак не подготовился. Но сейчас это не так важно, как тот факт, что отношения в глубоком кризисе и как выйти из него, если одна сторона апатичная и не может внести никакой ясности, я не знаю. К психологу идти он не хочет. Совершенно неудивительно. У него есть свои проблемы, которые были и до этого кризиса. И идти к психологу или к терапевту или еще куда-то, признание своих проблем. На это вообще далеко не все готовы. Это вообще признать или пойти к психологу, это же полдела ты сделал. Ты уже признаешь, что у тебя есть проблема, и ты настроен ее решать. Видите, это сигнал того, что решать он просто ничего не хочет. Или не может. У него апатия. Это преддепрессионное состояние. Сказать, может быть, уже депрессия. И поэтому у него нет чувства вот этой воли, менять что-то, а-ля желаний с этим нет. Соответственно, ну вот это некая слабость, поэтому он не может этого делать. То есть он сейчас с этими категориями не размышляет. Или, может, я не вижу звоночков. Я совсем не имела опыта общения с турками и не была в Турции до этого времени. За всю мою жизнь у меня были серьезные отношения, которые длились 6 лет, и вот этим. Спасибо за уделенное моему письму время. Если это необходимо, с удовольствием отвечу на уточняющий вопрос. Желаю председания вашему каналу. Спасибо, моя дорогая. Сейчас вам отвечу. Знаете, сразу первое позитивное. Все не так плохо. Плюс такое, что это не попытка слива. И он отказался разрывать отношения. Он, скорее всего, я предположу, в депрессии вы можете найти, в гугле написать. Тест на уровень депрессии на турецком языке. Например, в гугле просто переводчики, например, забейте. Но он вообще на всех языках. Это онлайн-тест. Там 15 или 20 вопросов всего лишь. И отправьте ему ссылку. Будь он просто для себя пройдет. И на турецком он скажет, пройди тест на уровень депрессии. Он везде есть. Это очень все легко находится. Автор самый такой лучший этот тест. Их много всяких вариаций. Но самый надежный, самый, который вообще, в принципе, эту историю изобрел. Изучал депрессию. Это тест на уровень депрессии БЭКа. БЭК зовут этого человека. Просто, например, депрессион тесту БЭК. И, пожалуйста, вам там на турецком, здесь же самые ссылки. Короче, они будут. И там просто сразу видно уже, этим тестом пользуются психиатрии до сих пор. Очень, в основном, да, если это не просто опросник идет, а именно тестирование. То есть психиатр, привычки, на приеме дает этот тест. Либо опрос вот такой делает. И вопрос из этого теста. Там есть определенные, как бы, подвопросы. Которых, там, допустим, 10 штук где-то или 8, не помню, что точно набирается. По ним уже можно определить, что это депрессия. Ты не можешь по-другому ответить. Если это был бы не в депрессии, ты бы ответил по-другому. Так вот, просто для вас понимание. Во-первых, для него наглядно. Он увидит, например, что там красная будет шкала и уровень, там, например, у вас там слабая депрессия, средняя тяжесть. Или у вас вообще тяжелая депрессия, клиническая. Простите, тут без лекарств уже никак не обойдешься, да. То есть хотя бы он наглядно увидит свое внутреннее состояние, которое он пытается сейчас оттолкнуть и не принять. Он не намерен решать свою проблему. Он отказывается и говорит, я не пойду к психологу. Это какой сигнал того, что у него проблемы были гораздо раньше. Проблемы с самооценкой. И он уже раньше знал и чувствовал, что у него же, скорее всего, колеблющая самооценка. Это тогда, когда она зависит от внешних факторов. То есть мы не до конца себя идеально любим, назовем так. Таких вообще людей про единицы назовем. Может быть, их вообще нет, я считаю. В общем, его самооценка, скорее всего, колебалась. И она зависит от внешних факторов. То есть если все вокруг хорошо, все в порядке, он себя любит. Если он допустил ошибку, не уверен сразу в себе или знает, что он допустил какую-то оплошность, ошибку в том плане, на косячьем назовем так, да. Какую-то ошибку допустил и так далее. Или обстоятельства, вот внешний кризис экономический и так далее. От него даже независимые обстоятельства. Они влияют, некая неудача, проблема. Она влияет на самооценку человека. И он тут же начинает, впадает еще в крайность, например, в депрессию. То есть если мы выберем горизонтальную шкалу, то самооценка у таких людей скачущих, да, она зависит от внешних факторов. Если все плохо вокруг, она сразу в минус уходит. Или даже в депрессию может перейти эту черту. Если все хорошо, окей, у него классно. И внешние факторы не влияют, ну, как бы хорошие, положительные. Но у него сразу зашкаливает. Он, например, очень сильно себя любит. У него все в порядке, он в себе вообще уверен. Это тоже формируется с детства. У нас когда был марафон по самооценке, я об этом рассказывала. Я, кстати, думаю все равно какое-то провести что-то с марафонами. Я хочу вот этого общения нашего. Я подумаю, как это сейчас. Я подумаю об этом, как нам сейчас объединиться думающим, нормальным, адекватным людям, которым сейчас тяжело морально. Вот. И я все-таки подумываю нам какие-то встречи онлайн делать. Это все равно нам нужно. Вот немножко отходя от темы. Так вот, у нас был марафон по самооценке. Я там это обсуждали, об этом рассказывала. Такая самооценка тоже идет с детства. Это отпечаток от родителей. Когда тебя, знаете, воспитание кнутом и пряником. Когда тебя за что-то хвалят, за что-то тебя все равно оценивают. То есть тебя не просто супер возносят родители. И не просто тебя, например, ненавидят, унижают, понижают твою самооценку. А когда тебя воспитание вот это кнутом и пряником. Вот эти, знаете, излишки из этого воспитания, проблемки вот такого характера. Человек зависим от внешних факторов, влияющих на его самооценку. Это же не есть хорошо. Это, то есть, кнут и пряник, вот эти крайности наказания и поощрения, они тоже не очень хороши. У них вот такие последствия бывают. Как вам сейчас, извините, такой экскурс, да, в сторону себя вести, что делать? Оставить все как есть однозначно. Попытаться вывести его на помощь к специалисту. На самом деле вам очень легко, ему помогут антидепрессанты. Может быть, это кризис среднего возраста. Вполне возможно, но, скорее всего, нет. Это проблема, базирующаяся на самооценке. Она была давно глубоко внутри и вылезла из-за того, что вокруг внешние факторы неблагоприятные. Вот это его плавающая самооценка. И слишком долго были негативные факторы, влияющие на самооценку. Это пандемия, это изоляция, экономический спад. Пошла экономика вообще просто по одному месту в ноябре в Турции. И его бизнес, эта сфера, которая очень сильно пострадала. Просто его самооценка скачущая. И очень долго ее нагнули в минус, короче говоря. И он не может физически, да, морально, психологически, психически. Защитные механизмы уже истощились. Он не может это пережить. С этим справиться ему тяжело. На самом деле ему сейчас как раз нужна поддержка, вера в него, поднятие его самооценки. Да, он колючий, как ежик, отвергающий, отталкивающий вас. Ну, назовем так, можете стиснуть зубы, если вам этот человек нужен. И вы его любите. Это то испытание, благодаря которому вы очень его, скажем так, пройдя вместе, после которого он будет с вами сделать вам предложение, скорее всего. Если изначально до этого кризиса у него были такие планы. Вот это испытание, то, которое вас больше как пазлик вообще соединит. Вы же сказали, мы были как инь и янь. Вот это та проверочка вашего инь и яня на практике. Оставите вы его или нет. Это не история про спасение и быть спасательницей, если кто-то скажет. Нет. Это для здоровых отношений, когда 50 на 50, да, морально во всяком, экономическом и так далее плане. Это то, когда, если мы берем здоровые отношения, ну, кстати, тоже об этом курс был, та история, когда ты поддерживаешь партнера, слышишь его и даешь ему поддержку в самооценке, в его действиях, ты не оставляешь его. Если у вас были здоровые, нормальные, равноправные, достойные отношения, вы уважали друг друга как личность, то вы это пройдете. Если вы были в отношениях неравноправных, например, вы были в зависимых отношениях, то есть он за меня больше решал, покупал, был, скажем так, руководителем наших отношений, был вот этим папой, а я назовем ребенком, то здесь отношения, скорее всего, развалятся. Потому что он потерял эту сильную позицию финансовую, экономическую и вообще, в принципе, он сейчас в себе очень сильно не уверен, да, он вышел сейчас с позиции сильного, если были такие отношения. Если у вас, я напомню, были по-партнерски нормальные отношения, вы его таким примите. Здесь вопрос к вам, да, о вашем принятии, нужен ли вам этот человек. Понимаете, если он с вами, там, 30, условно, 35 годам, если вам 28, возраст вы не писали, но я предполагаю, условно, ему где-то 35 лет, он уже многого достиг, у него был бизнес-финансы, поверьте, человек с мозгами, он переживет этот кризис, восстанет, как феникс из пепла, и он очень много, даже в другой сфере он найдет себя. Это проверочка больше для вас, на что вы готовы ради этого человека, а вы вообще сами-то к браку, к принятию человека с его проблемами готовы, вы его любите, если любите, то вы его принимаете любым, тогда примите его с его проблемами, с его болезнью, если это депрессия и так далее, и помогите ему этого сделать сильнее, это то испытание. Если вы чувствуете начали сомневаться, и вы имеете, кстати, на это тоже полное право, что вы не хотите это тянуть, что вам тяжело, что вы к такому испытанию не готовы, и вы ждали от отношений, что больше будет, скажем так, игра в ваши ворота, что вам будут больше давать и так далее, то можете расставаться, не тянуть эти отношения дальше, вы его избавите, скажем так, от балласта, самой станет легче, но для вас это будет опять намек и повод подумать, что эти отношения не только из-за этого кризиса развалились, они не партнерские, соответственно, равно держатся, пока выполняются некие функции, запросы личности, которые в этих отношениях, наши потребности, то есть если у меня потребность в папе, в присмотре за мной, в сильной руке за мной и так далее, то они, конечно, развалятся, он потерял эту позицию, но вы говорите, у меня и дома все неплохо, я на нормальных позициях, у меня квартира, машина, работа, я всем довольна, то есть вы за партнерство, как я вижу, по крайней мере, предпосылки к этому, если мы берем просто житейское по-человечески, как человек, который живет здесь в Турции, я бы по-человечески, давайте так скажем, по-женски, которая замужем за турком уже очень много лет, и у нас тоже были всякие и депрессии, и кризисы, и ни один даже, у меня муж при мне, ой, блин, наверное, уже третью компанию открыл при мне, а до меня сколько этого было, он у меня, в принципе, в бизнесе лет где-то с 18-19, человек такой экономист, очень умный, и в том плане, что рискованный с бизнесом и так далее, он этого уже столько перехлебал, и поверьте, для меня это поначалу было тоже страшно, но я научилась, может, потому что я психолог, да, я к этому по-другому попроще отношусь, к этим невзгодам, и эти кризисы, которые мы проходим, мы проходим их вместе, вот мы проходим, даже употребляю эту фразу, я просто по-женски со своим опытом, таким же, назовем, похожим мужчиной, который в что-то подобное может попасть, я честно скажу, что это шанс, наоборот, испытание, которое может вас, скажем так, объединить, 28 лет, это не тот возраст, когда надо критически хвататься, это мой последний шанс, мне надо с ним расставаться, я теряю время, у вас еще время, по факту, еще 4 года есть, до 32, можете подождать, ну серьезно, а то вы самостоятельное, самодостаточное, при деньгах, вы не цепляетесь за мужика, как за факт какой-то, да, чтобы он был и прочее, у вас свои, вы сами с собой как бы в ладах, да, живете, поэтому я отмечу по своему житейскому опыту, то есть он к 35 годам нормально что-то заработал, он у себя что-то представляет, у него, да, временные трудности, такой человек в другой сфере найдет себя, главное, вот этот моторчик внутри жил, как развитию желания добиваться, достигать и так далее, значит, в нем это есть, и это, назовем так, ценный экземпляр, не ленивый, не наплевательский, который относится к своей жене, к своей семье, который не хочет палец о палец лишний раз ударить, да, и так далее, то есть перспективный, держитель за него, я бы посоветовала, по-житейски, конечно, вообще, в принципе, какой может быть вопрос, если вы его любите, у него такие временные трудности, конечно, наоборот, окутать его любовью, поддерживать, где-то не тринитет держать, не наседать на него, но попытаться помочь этому человеку поддержать, проблема здесь сразу, как вот психолог, с самооценкой, ему нужна любовь, принятие, полная поддержка, это тот ребенок, которого в детстве полностью без условий, безусловно, родители не любили, поэтому у него проблемы с самооценкой, и вот если вы будете этого мужчину любить без условий, безусловно, просто со всеми потрохами, простите, скажу, как со всем говном и хорошим, и с плохим такой, какой он есть, его личность, он для вас потом горы свернет, почему он вам раньше не делал предложение? Скорее всего, у него проблемы с доверием, из-за своей самооценки, он не то, чтобы вас проверял каким-то образом, он просто, в принципе, боится доверять людям, сходиться ближе, как бы до отношения плана, то ему нужно время на эту раскачку, вот это то испытание, которое все решит, вместе вы или нет, если да, вы это пройдете вместе, все будет в порядке, получите вы свое замужество, которое так хотите, надежного себе мужа, а он вас увидит, наконец-то, вот эту, не такая, как мама, которая притягивала, оттягивала, наказывала вниманием, отсутствием внимания и любви, и которая любила за условия какие-то, а не безусловно, скорее всего, в этом проблема, и он вас хочет увидеть, это подтверждение, поэтому вас отталкивает, проверочку делает, как мама с ним в детстве проводила, еще тогда отдельная история, если вам нужна моя консультация как психолога, пишите, у меня инфобокси всегда под видео, почта, моя тема, письма, консультация, мы с вами встретимся в скайпе, если вам такого плана проблемы, я вам расскажу, что там, процессы происходят, с точки зрения психологии, поймете, может сделать какие-то для себя выводы и так далее, спасибо всем за внимание, девочки, тоже ваши комментарии важны, вообще спасибо, что вы остаетесь со мной на канале, ставьте лайки, подписывайтесь, скоро увидимся, всем пока!